Все, кто смотрит это видео, во избежание всяких комментариев снизу, что вот не рассказал про вольтаж, не рассказал про двигатели. Я расскажу просто про свои ощущения работы этой машинкой. Я не буду рассказывать, какой там двигатель, как это все устроено. Я просто расскажу, как она в работе. Все. Друзья, всем привет! Вы на канале Крафта Ту. Меня зовут Евгений Сердюк. И сегодня будет обзор машинки от Павлова Вилова, бесколлекторный ротор Envy. Я снимал анбоксинг этой машинки, и вот прошло какое-то время, и я хочу поделиться с вами о своих впечатлениях об этой машинке. Погнали! Начну с того, что машинку я эту видел давно и хотел ее купить, но смущало меня то, что на контроллере раньше была такая крутилочка. Это очень неудобная вещь для блока питания, потому что барьерить очень неудобно. Некоторые одевают капсы под размер этой крутилочки, некоторые на пальчники. Но это, мне кажется, геморрно. И кнопочное управление сенсорное, оно гораздо лучше, вот как на блоке Critical. Critical вообще любимые блоки. Очень удобные. Одел барьерку и, пожалуйста, управляй. Вот, машинку я эту купил у Паши Лавилова, смотрел я за ней давно, потом забыл про нее. И вот на мастер-классе Василия Суворова, Илья Фомяных, я увидел, Илья Фомяных работал этой машинкой. Я вспомнил, написал Паше. Вот, и он говорит, да, мы делаем контроллер сейчас, скоро будет на кнопочках. Я говорю, дай мне, пожалуйста, знать, когда будет на кнопочках. Вот, они сделали контроллер, я приобрел эту машинку. Изготовление этой машинки, то есть я заказал ее, изготовление идет 10 дней. Делают машинку, потом высылают из Украины в Москву, машинка приехала ровно за неделю. Вот, то есть я заказал 10 дней, подождал, и неделю доставка шла. Вот, что было в комплекте? В комплекте была машинка, два таких держателя, регулируемых. Многие думают, тоже у меня увидели фотографию, сказали, это что, обычный поворотник? Да, ребята, это обычный поворотник, такой же, как Cheyenne Thunder. Только этот в кожухе, а этот не в кожухе. Поворотник, но очень хорош. Вот, два держателя таких регулируемых шло в комплекте. Контроллер, блок питания к контроллеру, то есть такой квадратненький на проводе. Два вот таких провода, которые весят по 15 грамм. Что хотелось отметить, кстати, машинка очень легкая. Вес машинки 105 грамм в сборе. С держателем она весит 105 грамм. Cheyenne Thunder весит почти 150, то есть она легче, она меньше и легче. Меньше она, вот вы видите, насколько, и легче. Я это сначала не почувствовал. Я взял руки, да, она очень легкая. Поработал ей пару часов, беру Thunder. И у меня как-то Thunder, вот эта часть у меня тянет ее назад. Вот, ну, даже сейчас я так держу ее. Эта машинка у нее очень, развесовка классная получилась. Ну, то есть двигатель здесь и держатель, он немножко тяжелее, чем само двигло. И она очень легкая. Когда начал я работать, очень непривычно было, что совершенно нет вибраций. Практически нет. Она есть, но очень-очень маленькая, ее вообще не слышно. Ну, то есть вот я работаю, ну, так как тачка легкая и вибрации нет. Вот как-то все, вся ее, короче, мощь скапливается вот на этом промежутке и картридже. То есть ты не чувствуешь вот эту часть абсолютно. Ты работаешь. И вот я реально взял 25-й Magnum, короче, красил 25-м Magnum. И он мне показался даже не 25-м Magnum, а как будто 9-м Magnum работают. Как-то она так легко вообще тащит эту иглу. Ну, блин, вообще, короче, вот вес ее и то, что нет вибраций, меня очень впечатлило. Что мне очень понравилось, это держатели, которые можно стерилизовать. Сейчас я расскажу, как я работаю. Потом это дело все раскручиваю. Держатель разбирается. Он разбирается не так, как шаеновский, то есть там потом хрен его соберешь. А этот разбирается вот в такие три части. Можно стерилизовать, замачивать эту деталь, эту часть держателя. Можно сухожарить. Я замачиваю в химии, пробовал сухожарить, ничего не произошло и краска не облезает, что уже хорошо. Так я стерилизую в жидкой химии, обрабатываю. Потом расскажу, как обслуживать держатель, чтобы он прослужил дольше. Итак, друзья, комплект. Вот на столе все, что нужно, чтобы запустить эту машинку. Сейчас я вам покажу. Так, тут подключаем блок питания к контроллеру. Загорается такая вот надпись с этой стороны. Педаль. И вот с этой стороны шнур. Вот. Сейчас. Вставляем держатель. Примерно вот так. Нажимаем. И вот на контроллере появились циферки. Вот. Это не вольтаж. Это, я не знаю, какая это, скорость регулируется. А Паша спрашивал, что это значит, эти циферки. Он просто сказал мне скорость. Что скорость? Ну, в общем, это не вольтаж. Я работаю на 270. Первую татуировку делал первую этой машинкой. Я делал на 300. Но на 300 очень, очень быстро. Вот контурю, кстати, на 300. Закрашиваю на 270, 250. Самое нормальное. Вот. Как запускается эта машина? Я привык работать на critical. Привык с кнопочки запускать. Вот. Здесь мне было неудобно, потому что с педали двойное нажатие. Вот. Машинка запускается. Решил я эту проблему с помощью магнитов и педалей. Бладовской. Вот она очень мягенькая педаль. Нежная такая вот. Прикасаюсь. И она запускается. Вот. Педаль я повесил сбоку на магниты. То есть, нажал, она запустилась. Вот тут появляется буковка P, значит, ну, педаль. В общем, на этом контроллере есть 5 позиций в памяти. То есть, вот. Вот я работаю на 270 в основном. То есть, дальше идет на 250. Тоже 300. Вот контурю. Я контурю на 300, потому что очень удобно. Она очень быстро контурит в один проход. Делал Грейвош на 200 и на 150. Вот. Все контролируется очень легко. Вот. Сейчас повышаем. То есть, вообще, легким прикосновением. Не надо давить. Сенсор чувствительный. Вот. Так, повысили доз. 150 и вот. 150, 200 для Грейвоша вполне отлично. Так, как же переключается она? 200, 150, 200, 300, 250, 270. Было бы хорошо, Паша, я не знаю, будешь смотреть видео, учтешь это на будущее, чтобы вот этот контроллер все вот эти три выхода были с одного, вот, например, снизу. Это было вообще супер. То есть, ты одел барьерный пакет и повесил блок питания и работаешь. Это очень удобно было бы, потому что барьерить не совсем удобно с разных сторон. Но это уже такое, это дело привычки. Потому что я привык работать на Критикал, там надел пакет и все. Но я уже привык к этой машинке вот за неделю, за полторы. Она мне очень нравится. Я даже Критикал и Шайен пока убрал. Работать только ей. Вот. Дальше, что? Еще бы, я вот с непривычки у Шайена все вот это вот дело, оно закрыто таким кожухом. Я привык, например, когда картридж меня, я беру, брался вот так. Пару раз мне шибануло по пальцам так. Нормально. Малоприятного. И вот барьерить вот эту часть тоже не совсем удобно. Но опять же, это дело привычки. Я уже привык. То есть я накидываю сюда малярный скотч. И сюда, и все. То есть я это не кручу, не трогаю, потому что регулируется здесь. Шнур очень легкий. 15 грамм весит. Это вообще почти ничего. Он не тянет никуда. Тачка классно сидит в руке. Далее. Вот если, конечно, кожух или, возможно, как на Инжекте. Инжекта тоже, по-моему, бесколлекторная машина. Да, бесколлекторная у нее движок. Было бы неплохо придумать, может быть, какую-то заглушечку, как на Инжекте такая, на корпус. Цепляется. Вот как защитный кожух есть на Dragonfly, такая пластмасска. Класс и все. То есть. Вот так по пальцам мне пару раз дало. Так как скоростях большие. Если попадает по ногтю, очень даже неприятно. Вот. Во всем остальном тачка меня мега устраивает. То есть я уже, вот, беру Шайен, он не такой удобный. Но я его никуда не деду, потому что тачка классная. Я ей проработал два года. Она у меня бывала. И раскручивал и чистил самостоятельно. Держачок скрипящий. Под стерилизацией. Фиолетовый ваш. Так, вот, что я хотел сказать дальше. Как я прицепил блок питания к столику, к своему. В общем, я хотел сначала приклеить сюда два магнитета на двухсторонний скотч. И цеплять его куда-то сбоку. Но потом пришел вот к такому решению. У меня есть стойка под айпад. И на ней есть пластина. Все это я покажу. Как это выглядит в сборе. А сейчас покажу вот. Это автомобильный держатель для телефона. Вот такой вот он. Вот я на пластину, которая от стойки цепляю вот эту штуку. Вообще, очень повезло мне с этим зажимом, потому что получается вот, как это смотрится в сборе. То есть, вот. Так. И здесь прямо отверстие под педаль. Вот. В сборе это выглядит так. Я накидываю по камнести. Я нашел для себя такой способ. Я накидываю обычную пищевую пленку, заворачиваю и вешаю на стоечку. Я покажу, может кому-то пригодится, как я креплю блок питания. Я его креплю вот на айпаде. Есть такая стоечка плоская. Я зажимаю здесь. Вот. И включаю все провода. Так. Ну и, соответственно, сюда провод. Вот. И накидываю барьерку. Ну, пленочку. Все. Вот так это дело выглядит в сборе. Покажу. Вот так вот. Все компактное. Прям одним кусок рулона отматываю и кладу здесь. Здесь зажимаю. Цена этой машинки 440 долларов. За 440 долларов вы получаете, то есть, уже готовый комплект. Чем можно работать? Это отличный вариант для людей, которые переходят, например, вот как я переходил. Я работал Драгонфлайом. Потом, в конце концов, удобно иметь одну машинку, а не две. Если ты работаешь прямой дам и переходишь на картридж, лучше модульная машинка. То есть, Драгонфлай – классная тачка. Но все равно эти держаки, пины, бары эти, немножко трудновато. Тут держак съемный, да, он такой же съемный, но он разбирается, стерилизуется, и он регулируемый. На Драгу тоже можно, но это бар и все остальное. И она большая сама, не такая уже большая, но она большая. Все-таки эта машинка удобна. Вы получаете полный комплект, которым можно работать за эти деньги. Если сравнивать, например, с Шайеном, да, вот я покупал Шайен, я покупал сразу же блок под него, потому что раньше тоже у меня был блок, когда я там работал, он был не этот. Ну, я сначала купил блок, потом купил машинку. И вот постепенно все это покупал. Так можно купить, если у вас есть капитал какой-то, да, там 440 долларов на машину. Я бы, честно, я бы советовал эту тачку. Она реально крутая, и, кстати, она очень надежная. Я у Паши спросил, я увидел у него там технический обзор, и он ее там, ну, прям конкретно кидает. Я говорю, Паш, ты ее так кидаешь, ну, с ней же может что-то произойти. Он говорит, да, с ней может произойти, можешь погнуть корпус. Собственно, и все, что с ней может произойти. Двигатель очень мощный, очень надежный. Без коллекторники все-таки они надежнее, чем обычные двигатели, из-за того, что здесь нет щеток, а в обычном двигателе есть щетки. Они именно изнашиваются, из-за этого ломается машинка. На этом тандыре менялся двигатель, и полетели щетки, горели. Тандыр этот послужил еще энное количество времени. Так, что касается держака, сейчас я вам покажу. Значит, поработали вы держаком, разбираете его. Вот это я отправляю в сухожарь, все остальное я заматываю в бандажку. Не в сухожарь, а в ламинол. Я отправляю в ламинол, замачиваю в химии, обрабатываю. Вот. Поработали, обработали. Почистили держак, и вот он возвращается к вам. Что нужно сделать, когда вы растерилизовали, вы берете и капельку, маленькую капельку вазелина вот сюда на резьбу. Вот, чтобы пластиковая часть держателя не изнашивалась, вы намазали чуть-чуть вазелином, добавили, запускаете этот стакан под картридж. Держатель, ну, можно и так, но так удобнее. Так, и закручиваете. Закрывать не буду. Сейчас покажу. Так, вот, палочка. Она еще сейчас пригодится. Я покажу, что нужно делать с картриджем при работе. Это тоже такой нюанс, к нему можно привыкнуть, но ничего такого не. В картридж нужно тоже немножко добавлять вазелин на пин-картриджа, чтобы вот этот в стакане, вот в этом под картридж, не изнашивалась. То есть от трения он может немножко раздалбываться. Вот, и чтобы он не раздалбывался, добавляете немножко вазика. Мягенько регулируется. И так, вот, ну, Паша советует, как бы, каждый картридж, в котором вы работаете, немножко вазика добавил, и, пожалуйста, работай. После работы разобрал. Бар вытер. Обработал тоже химией. Она не боится ни воды, ни химии, но тоже это не значит, что ее нужно купать. Мне было непонятно, зачем делать такой шнур, и мне показалось, наверное, неудобно, где я его потом найду. А то есть он поломается. Но потом я одуплился. Это же обычный шнур AUX. Это очень удобно. Если шнур сломался, там, или штекерить, или где-то передавили тележкой, или стулом. Этот шнур можно купить в любом магазине, где продаются мобильные телефоны. Такие шнуры часто можно увидеть у любого автомобилиста в машине, подключает телефон, чтобы играла музыка. Вот. Шнур обычный AUX, это классно. Но этот шнур, он очень легкий. Я не знаю, что это за шнур. Он 15 грамм весит. Вот так вот. Это один из плюсов этой машинки. Причем значительный. Потому что у меня со шнурами шайеновскими было очень много проблем. Они ломались у меня. Шнур шайеновский стоит немалых денег. Такой вот обзор получился, друзья. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, рассказывайте друзьям, покупайте машинку. Это не реклама Паши Вавилова. Это мое личное наблюдение. Вот. Машинка крутая, есть минусы, но незначительные, с которыми можно смириться или к которым можно привыкнуть. Машинка класс. Пока. Молдаван говорит, что это звучит как реклама. Но это не реклама. Это мое личное наблюдение. Я знаю Паши, но он не просил меня рекламировать. Я же говорю, что есть в машинке минусы. Не только плюсы. Да, она классная в работе, но есть минусы. Не закрытый этот кожух, блок питания с проводами. Но все равно, можно с этим мириться. Я вспоминаю вообще работу. Я сейчас покажу даже. Сейчас вспомню, как работали вообще на вот таких блоках. Блять, что это? Блять. 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 Блять.